Дело о смертельном ДТП в Харькове начнут рассматривать по существу 19 февраля. Речь идет об аварии, которая произошла в октябре прошлого года. Тогда погибли 6 человек. Сегодня водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову суд продлил меру пресечения. На заседании побывала Светлана Шекера. Юрий Неудачин пришел в суд на Костылях. Во время аварии на Сумской он получил серьезную травму ноги. Позади сложное лечение и реабилитация. Но сможет ли нормально ходить, врачи прогнозом не дают. Травма сустава в голеностопе, таранной кости. Она срослась, но так как в ней почти нету кровообращения. И восстановится оно, не восстановится. Это 50 на 50. Я думаю, виновные обои. Зайцева максимально, а Дронов минимально. От семьи Зайцева Юрий получил 50 тысяч гривен помощи. Но этого на лечение не хватит. И он будет обращаться в суд с гражданским иском. А семья погибшего в аварии Александра Евтеева от денег Зайцевой категорически отказалась, чтобы это не стало для подозреваемой смягчающим фактором. Компенсацию намерены требовать в суде от обоих водителей. Водителей Елену Зайцеву и Геннадия Дронова заводят в зал суда. С журналистами они общаться не хотят. Никаких заявок не хочу, извините. Суд должен решить, продлевать ли содержание под стражей и назначить дату первого заседания по сути. Адвокат Зайцевой не против, чтобы ее подзащитная оставалась в СИЗО. В связи с огромной резонансностью этого дела, в связи с теми чудовищными последствиями, которые привлекло это дорожно-транспортное происшествие, позиция защиты остается неизменной. Да, мы не будем возражать против продления мероприятия и содержания под стражей. Адвокат водителя Фордсвагена Геннадия Дронова требует отпустить его под круглосуточный домашний арест. А обвинительный акт прокуратуры просит вернуть на доработку. Сегодня судья просьбу защитника отклонил и назначил дело к рассмотрению на 19 февраля. А Зайцеву и Дронова оставил в СИЗО. Вместе с уголовным производством суд рассмотрит и гражданские иски пострадавших в аварии. За смерть своих родных они требуют 6 миллионов гривен моральной компенсации. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.